Баскетболисты Насколько важен рост в баскетболе? Я вижу, что нам пишет очень много баскетболистов с не самым высоким для баскетбола ростом И они считают, что из-за роста они никуда не могут пробиться И вообще баскетбол без высокого роста делать нечего Сегодняшнее видео я записал с молодым баскетболистом, который обладает не самым баскетбольным ростом Но тем не менее он является востребованным игроком как в России, так и уехав в Америку Там он смог конкурировать и с ведущими американскими баскетболистами Субтитры сделал DimaTorzok Сегодняшнее интервью мы записываем с Владимиром Марковичем Это молодой российский баскетболист, рост которого составляет всего лишь 175 см Тем не менее он являлся игроком молодежной сборной России Он был успешен во всех командах российских, где он играл И этот сезон он провел в Америке, также играя в одну из самых сильных американских баскетбольных школ И во всех командах он был востребованным игроком, несмотря на свой не самый баскетбольный рост В этом видео Владимир расскажет свою историю и даст советы, как баскетболистам с невысоким ростом заявить о себе в большом баскетболе Прежде всего, наверное, начнем, что ты расскажешь о себе, потому что я уверен, что не все тебя знают Расскажи, сколько тебе лет, какой у тебя рост, где ты играешь в баскетбол и все такое прочее Александр, добрый день. Ну, в общем, моя история довольно-таки простая, мне 19 лет Родился я в очень маленьком городе Старый Оскол, который далеко от Москвы И бэкграунд у меня вообще не баскетбольный Родители занимались греблями в байдарках, то есть это совсем не простый вид спорта Они у меня оба маленького роста И брат вышел там метр восемьдесят Для тех, кто не знает, я вообще ниже метра восемьдесят, метр семьдесят пять, там, что-то такое Но ниже метра восемьдесят Вот, то есть предпосылок к баскетболу особо-то никаких не было Все началось, когда мне было года четыре-пять, брату лет десять-денадцать Он пошел в баскетбол, и я это просто наблюдал, пока рос, пока рос, был маленький И вот с этого все началось Я пришлось вместе с ним играть, играть Дальше я просто, не было выбора, я не смог отказаться Это велось как в жизни Дальше мы приехали в Тулу, там я уже начал с тренером, где-то с шести-семи лет Уже прям в секцию с ребятами Ну, там не было моего возраста, естественно То есть я в будущем, сколько там, шесть-семь лет был, это не раз с ребятами Вот как мой брат, там было 15-14 уже там Вот, это оттуда началось, там, какое-то развитие первое И дальше уже, там, играл на таких, совсем низких уровнях, типа, Туристовой области И вот за счет этого, за счет того, что играл со старшими ребятами В 2015-19 получилось больше развиваться И попаясь, пригласили к нам в Москву И приехал в Москву И с тринадцати лет играл в московской гримте В 17-16 лет уже за МБА Дюбл играл, то есть два сезона после МБА То есть это прошлый и позапрошлый сезон Там, там, с 2000-2001 годом ребятами Луф, ну вот расскажи, как с твоими, в принципе, не самыми баскетбольными данными Тобой, тебе удается быть, в принципе, успешным игроком и в России И вот то, что ты этот год играл в Америке И в Америке тебя задействовали тоже, тренеры поверили в тебя За счет чего? Ну, я хочу сказать, наверное, что в Америке как-то меньше обращают на рост внимание То есть в России тренеры все-таки чуть более, так, как сказать Со взглядом в прошлое То есть это в прошлом всегда было, что большие-большие мыслибол А сейчас вроде чуть где-то, ну, меняется То есть мы можем посмотреть, как и скорость в целом игры растет, да То есть команда, которая быстрее, если на Рокерсбол не стоит, выходит на первые места Ну и просто мальчим угрозом, если больше В Америке это вот прям вот, ну, то есть здесь То есть там в каждой команде был игрок Вот за сезон я собрал там более 45 игр В каждой команде был игрок, там, с меня рос Были и ниже меня То есть в России я за весь год мог встретить одного с меня роста Или вообще не встретить за весь сезон А там в каждой игре, в каждой команде Были такие ребята Что касается вот, как стать, ну, как следить о себе будущим маленького роста Ну, в первую очередь, что надо помнить Тебе никогда нельзя быть в чем-то хуже, чем тот, кто выше Потому что, когда у тренера есть два игрока Один выше, друг ниже И они одинаковые Естественно, важны только выше Потому что, ну, так сложилось это баскетбол Да, это вот, привыкли к высокому росту То есть в первую очередь, никогда нельзя быть в чем-то более То есть ты во всех параметрах должен быть как минимум на таком же уровне, как твой конкурент Я про какие-то технические основные такие вещи говорю Там бросок, дриблин, защита, вот такие вот вещи А дальше, чтобы тренер все-таки предпочем маленького игрока, небольшого Тебе надо быть в чем-то different, отличным от него То есть ты должен быть в чем-то параметре лучше И даже в неских параметрах, если это возможно Я имею в первую, я говорю про технические какие-то такие вещи То есть это бросок, да, что можно, ну, как бы легко за счет покорения натренировать Ну вот, что касается меня, например, многие тренеры ко мне очень много подходили Ну, все тренеры, которые из МСФ, даже из моей студии На школе было четыре команды И каждый тренер ко мне подходил Всех посетляло мое умение бросать мяч То есть они говорили, да, ты там хорошо забиваешь, 10-12-12 очков в игру Там это нормально, ты защищаешься, активно Но нам очень нравится, как ты классуешь То есть у меня было за игру в среднем уже 9 передач по сезону Были игры с 11 передачами с 12, были с 6 в семье Но передача это как первое, что мы смотрели Потому что это отличное В нашей же второй команде, вот, прав 2 Был парень одинакового самого роста абсолютно Из Доминиканской Республики Молодей, насколько парень Но он сумасшедшим летом То есть вот, как знаете, многие маленькие игроки думают Блин, вот у меня недостаток роста, там не могу подбирать Буду качать прыжок, буду супер прыгучим атлетом И тогда меня будут равнять с большим игроками Вот, это не так Этот парень забивал, там, протовпутном санте 30 очков Он был просто скорый Он получал, забивал Он был с меня ростом в реальность Он забивал сверху в мельницу, там Еще, ну, это по фантастике Блокшоты к счету, там, он ставил В общем, ростом 175 Очень фантастика для меня была К нему за год не подошел ни один тренер Вот у нас его тренер, который был в его команде Когда мы две команды вместе тренировались Она прям прочитала при всех его То есть, ну вот То, что читала его, знаете, как она объяснила Что, ребята, нужно быть отличным То есть, вот Педрита, да, он классный Забивает по 300 очков Но тренером нужно не там Нужно что-то особенное Только вот то, что не может другой Пасовать это было мое Новое или отличное То есть, такое мало кто видел Были игры, где там После одной игры, когда Никак не видели, что так пасовали Вот То есть, в первую очередь Что маленьким игрокам нужно пасовать Где-то развивать, как бы Не то, что умеют все А развивать что-то особенное А дальше Это То Как бы, что касается меня То есть, мы были только за свой опыт, да Тренеры подходили И все подмечали Умение, как бы, руководить игрой То есть, держать темп, ритм То есть, вот это очень такое Быть как бы тренером на площадке Это очень тяжелое такое Как сказать Умение, да Его тяжело наработать Из-за того, как это можно наработать Я могу посоветовать, не знаю Смотреть видео Очень много баскетбольных игр Анализировать Разные баскетбольные анализы То есть, думать об игре То есть, рассматривать игру Не как спорт и физическую вещь А как науку То есть, изучать Многие тренеры говорили там Особенно в Америке Там быстрый баскетбол Очень много баскетбол Очень сильно быстрый И если ты умеешь Держать этот ритм То есть, там, две атаки быстро Потом одну медленно Три быстро Одну медленно Это очень ценно Скажи, ну вот, а как ты пришел К этому К этому пониманию То есть, это как-то Само собой получилось Или у тебя, допустим Не знаю Когда ты только начинал играть Что-то не получалось И ты анализировал И вот к этому пришел То есть, как ты понял Что у тебя вот именно Это сильные стороны За счет чего Ты как бы можешь Игровое время свое Получать Ну вот правильно Говорит, что это Сразу никогда не будет получаться То есть, всегда будет ошибка Поначалу И там, я помню Всегда там еще лет Восемь назад Когда маме просто не плакался Мама, я не могу Мама, я не умею Она потом не сказала Что ты можешь Надо просто это все На мой взгляд Самый главный Параметр По которому это можно научиться Это Количество сыгранного времени И игры То есть, это приходит с опыта И никогда нельзя бояться То есть, если ты будешь Выводить на площадке мяч И бояться Сказать то Сказать это Или какие-то решения Предпринять То есть, разыграющий Хороший тот Который Может Неизвестно резко принять решение Так что все это не ожидают И ты сделал так И все Ты выиграл Вот это нельзя бояться В первую очередь Нельзя бояться В вторую очередь Надо всегда пробовать Игра нельзя Останавливаться Настояться где-то стороне Тебе надо Быть как двигатель Двигатель Ты должен разгонять все Никогда нельзя бояться Надо пробовать Много играть Опыт С опытом приходит То есть, вот, чем больше ты играешь Тем лучше Вов, а расскажи еще немного Об американском баскетболе Чем он Ну, кроме скорости Как ты сказал Отличается от российского Тяжело ли конкурировать С американскими игроками И сразу ли тебя поверили Когда ты Туда приехал Что начали доверять Игровое время И За счет чего Университеты тобой заинтересовались Сначала Начнем с того, что разница Да Конечно, первое, что это очевидно Скорость Это вы уже сами подметили И все это как бы знают Но еще это индивидуальная игра То есть У них вообще нет Ну Маленький акцент На командную игру Там есть, да Комбинации Все движения Но не чисто Запустить Подвигать ребят Подвигать мяч Все равно все заканчивается На счет индивидуальных твоих скиллов Навыков Как ты можешь обыграть Пикенрол Прочитать защиту И вот таких вот индивидуальных То есть Очень ценится индивидуальная игра И за счет нее В принципе все строится Там какие-нибудь у нас сложные игры Там Ну В концовках Там Тренер просто говорил Дайте мяч Маленькому русскому игроку Встаньте И пускай он играет Пикенрол И уже от этого отталкивает То есть Чисто индивидуальная игра Вот это вот Плюс Не знаю Плюс для игрока Это всегда плюс для игрока Потому что это сильно развивает То есть Когда ты там На европейской манере Стоишь В растягивании Просто смотришь Как другие бегают через слоны И ждешь своего момента Это одно А когда ты все время в движении И Тебе приходится там Обыгрывать Принимать решения Это больше тебя развивает Это вот Насчет Разницы Да Насчет Того Как у меня получалось Индивиация Ну в первую очередь Да Это передача Как я уже говорил Там ее Видение площадки И тренеры за счет этого Как бы и интересовались Игра была На одном Турниере В Ньюхэмптон Играли очень сильные команды Которые Брустово Играли 6-8 очков В той игре Я не забил ни одного Трех очков Это была единственная Игра За месяцом Игра Там была 6-часовая Поездка На автобусе Но это Поправдание Но я хорошо сыграл Другие аспекты Это еще раз К тому, что нельзя быть Каким-то узконаправленным Ты должен иметь все Если ты маленького Росту Тебе могут это Перекрыть Ты должен иметь все То есть это как Недостаток маленького игрока Ты должен реально уметь все Это приведет в твое преимущество Вот И у меня Не пошел вообще Бросок Я сделал много Классных доходов Перехватов Защите Передач Игупов И сразу После игры Тренер подошел Вот мы тебе хотим Дай мне номер Пожалуйста Расскажи Пиши И про академику Спрашивали То есть про все Вот То, чего у меня Получалось Ну скажи А с американцами Тяжело конкурировать На твои позиции? Да Первое время Вообще было сумасшедшим Тяжело То есть Ну просто Пока Приседом было В октябре Меня там Можно сказать Уничтожали Сто раз быстрее А сто раз прыгающие вещи И я оказался Как вообще Не знаю Маленький Ребеночек И первые несколько игр Я играл там Три-четыре минуты Пять И вот уже За вот это время Приседано Со мной тренер После первой И второй игре Поговорил Рассказал Там это хорошо То есть Тебе тренер Мы просто вечно Вышли из школы Прошлись по району Говорит там Какие у тебя проблемы Начни вот Не бояться Принимать решения Двигай быстрее Не тормози Я все это начал делать И уже Через две игры Я играл сорок минут То есть Тренер у меня поверил так Видел во мне как лидера И я играл Раме сорок минут И я вам уже рассказал Что я первый раз Сел на скамейку После ноября Где-то в дворе Вот Конкурировать еще Вот было тяжело В плане таком физическом Они все сильные Большие В Америке атлеты То есть у нас С этим как-то Бав проще Но я это все компенсировал За счет головы То есть Всем Условия То есть Ну как бы там Условно Тренировочный зал Достаточно Маленький Если сравнивать с каким-то Ну с тем что у тебя было в России Не было Качалки Там может быть питание Не столь хорошее было Как хотелось бы То есть То есть Как скажем так Ты с этим Как правильное слово сказать Не пережил А Ну да То есть Как вот ты Когда у тебя Какие-то сложности Как ты Старался на них реагировать Чтобы ты Чтобы они тебе не мешали И ты только занимался Своим делом То есть как Ну ты справлялся С какими-то такими сложностями Ограничениями Ну да Ну из каждой сложности Надо все-таки выводить Исчерпать свои плюсы То есть вот например Этот маленький запах Который вы говорите А мы с вас с нами Приходили на тренер-три поиграть С Вечерком Играли без видения И играли Ну то есть Это развивало вот Скорость принятия решения Твой мозг То есть там У нас вообще каждый Там со мной был парень с богами Я сейчас был Высоко прыгать Каждого мы снимали Лупы разыграли Что-то бакдоров Что-то за спину Катов веских То есть это Развивает твое Ну скорость принятия решения Твое вот Это уже такое Профессиональное качество Эдвансет Левел Из каждого Надо все-таки Свои плюсы выводить И помимо этого У нас был нормальный Замок большой Он был в 5 минутах езды Когда мы там играли На машине По поводу Качалки Ну Мы это заменяли С парнями в комнате Там отжиманиями Различными Камерными скакалками Там вот так вот В первое время Сентябрь-октябрь Я уже на стене Проводил там КП И я понял Что КП типа в России В сравнении с американскими Просто небо и земля То есть Ну например Наказание Обычное там За какую-нибудь ошибку Это не Один челнок Там Десять Двенадцать Там челноков Вы пробегаете подряд Да Или например Там Знание на прыжки Это не Пятнадцать минут Там обратно Это Тысячу Просто тысячу прыжков И когда тебе это говорят Тысячу Ты сначала не понимаешь Что это можно сделать Ну вот Мы делали упражнение На тренировке Сто То есть Я не понял Что это значит сто Но Ты реально это делаешь То есть Мы сделали Все Там Анализ Я Мы сделали Реально сто И вот За счет этого Ушел прогресс Но уже в течение сезона Это было не так важно Потому что Каждый день Раз в два дня Раз в три дня Уже Не для финического Вов Ну а какие Ты уже раньше упомянул Но какие вот Скажем так Основные советы Ты можешь дать Баскетболистам Скажем так Не баскетбольным ростом Чтобы они Могли стать Востребованными Баскетболистами И как они могут Работать над собой Что бы ты вот основное Выделил Ну Из основного Конечно Вот если прям Помогли пойти Это надо занять свою скорость Скорость своих ног Нужно быть быстрее Речи Тебе это сильно помогает В игре То есть Тебе не приходится думать О чем в другом Если ты начнешь это Ублететь Ты можешь легко Обыграть своего Дальше То есть Первое Это вот Скорость Конечно Такие параметры Которых ты никогда не должен Уступать Это Бросок Защита Трибник Ну такие технические вещи Это тоже Должно быть на должном уровне Дальше Для именно специальных игроков Майонкого роста На мой взгляд Нужно Развивать свою голову То есть голова должна быть На нескольких шагов Уровня выше Чем у других игроков Ты должен думать На нескольких шагов Вперед Реагировать На нескольких шагов Вперед То есть когда ты расскажешь Пикенал Ты должен не только увидеть Своего большого Страховку за ним А там еще страховку Страхующего То есть мгновенно Это все на тренажбате За счет количества Нам позволяет Должен просто Очень много играть Очень много тренировать Ну раскрывать Пикенровки Различных разных ситуаций Читать И плюс Смотреть все вот эти Различные видео Матчи Разборы На ютубе И полно каналов Байни Минс Тренер Дэниел То есть можно их смотреть Там по пунктам Все расписывают Как надо думать В каких ситуациях И принимать решения Таких И это все очень-очень полезно Очень Вов Еще я думаю Важный момент Ну видно что достаточно Уверенный в себе Парень То есть я думаю что у тебя И в баскетболе Такая уверенность в себе И она не у всех есть То есть я не знаю Она у тебя тоже врожденная Или ты как бы Ну тренировал ее Ну вот что делать ребятам У которых Ну как бы Которые не верят в себя Либо Ну скажем так Когда что-то не получается Они немного теряются Как вот тоже Поверить в себя Когда тебе там Не знаю Люди говорят что Да вообще как бы Баскетбол это не твое Не твой вид спорта Или там Тренер сажает И ставить кого-то другого То есть как вот тоже Вот это вот Психологический момент Тренироваясь Что бы ты сказал Я про это знаю как что-то Другой С 12 лет Мне буквально Каждый год Мне говорили Разные тренеры Еще кто-то Он не сможет играть на следующем городе Вот в следующем году У него уже не будет получаться В следующем году Ребята будут больше Он уже не сможет В следующем году Его рост уже не хватит И так каждый год Я одному тоже слышал И на мой взгляд Вот это должна быть Самая главная мотивация Для ребят работы То есть когда тебе говорят Что ты не сможешь Если ты сможешь Доказать этому человеку Что ты не можешь Даже в первую очередь Не то что ты ему О себе наказать Что ты смог Вот это должно быть Твоим главным Двигателем Твоей работы Просто как можно Больше работать Работать Нужно отдавать себе Полностью То есть Не то что там Два часа ты пошел Побросал Побегал Три часа Четыре часа Нет У тебя должна быть Вся жизнь построена То есть ты там Проснулся Что-то поделал Легкую такую Тренировку Физику Потом баскетболь А потом пришел А ты сел Не какой-нибудь Витуб смотреть А реально Баскетбольные разборы Фильмы про баскетбол смотреть То есть ты должен Развиваться во всех Управлениях Как можно больше Не бояться Ну в первую очередь За счет практики То есть чем больше Ты будешь играть И принимать решения И даже ошибаться Ты дальше Особо там будешь Не бояться То есть Я сам С 13 лет Я уже сказал Маме жаловался Мама я не могу Мама я слишком маленькая Моя задача Она мне просто говорила А что ты не можешь Кто сказал Что маленький не играет А я такой сижу думаю Ну а реально кто И просто пытался Побывал дальше Играл играл Где-то ошибался Где-то я там Не выигрывал Проигрывал Это было плохо И грустно Просто ты через это Должен прошивнуть Знаешь ты дальше Будет лучше Если ты сделаешь Да Вов Очень интересно Я думаю что Как бы Единицы ребят Кто в твоем возрасте Так могут Ну скажем так Осознанно мыслить И я думаю эта информация Многим молодым Баскетболистам Будет полезна Я думаю что Если тоже какие-то вопросы К тебе будут В комментариях поступать Тоже Если тебе не сложно Отвечай на них Конечно Они могут писать тебе В комментариях под видео И инстаграм Если Да я все Укажу твои контакты Да Спасибо тебе За это За это интервью Да Надеюсь Кому Я смогу помочь Ребята Если вам понравилось Это видео И вы считаете его полезным Обязательно подписывайтесь На наш канал Если вы еще не подписались Потому что мы для вас Будем готовить еще больше Такого полезного И интересного материала Субтитры сделал DimaTorzok До новых встреч До новых встреч